Продолжение следует... Мастер-слово — это проект образовательный. То есть суть — это передача неких компетенций, выработка навыков, умений, выступления, навыков успешного построения карьеры, так как выступление и построение карьеры очень близко всегда взаимосвязаны. И мы прекрасно понимаем, что сейчас человеку, который не умеет говорить, не умеет выступать, ему намного труднее построить карьеру, стать успешным, публичным человеком, чем человеку, который умеет выступать. Это двухмесячная образовательная программа. Два месяца ребята учатся, вырабатывают те или иные компетенции, навыки в конкурентной среде, использование разных форматов. И потом в конце защищают то, что они получили. Мы открытый проект, участие в нем бесплатное, денег мы ни с кого не берем, и поэтому в интернете мы открыто размещаем информацию о участии в проекте. Ребята, кто захотел, говорит, я хочу, поднимают руку, пишут нам, оставляют заявки, там, через сайт, у нас есть сайт, через сайт оставляют заявку, и мы, собственно, вот эту команду Браво два раза в год весной и осенью собираем и пропускаем через наши образовательные, скажем так, шестеренки. Они потом выходят уже более-менее подготовленные в этой сфере. Мы наших участников проводим не только по стандартным лекциям, там, мастер-классам, семинарам, от чего все уже устали, но и добавляем им вот этот драйвовый элемент реалити-шоу, добавляем им элемент конкурсов, конкуренции, и за счет этого в итоге получаем много, ну, другие качественные результаты. У нас, ну, примерно половина теории, потому что без нее некуда, там, ты не сможешь делать что-то качественное, если ты не имеешь базовых знаний. Ну и 50% это практики, это те непосредственно часы, на которых люди выступают внутри маленьких групп, выступают на открытой аудитории. Мы привлекаем специально на них какой-то экспертное сообщество, чтобы они их, ну, как мы говорим, протестили, да. Здесь у нас в качестве дополнительного продукта есть вот эти встречи без галстуков, они вне темы. Мы решили чушьи посмотреть, собрали очень много действительно профессиональных людей. Разложены артисты РФ, это деятели культуры, издатели журналов, это бизнес-тренеры, это действующие руководители в тех или иных там бизнес-системах. Они очень тянут вверх, они заставляют, они показывают тебе как можно, а ты начинаешь думать, как у тебя. И ты так оп-оп сравнил и не сходится. И именно вот их, когда ты видишь, смотришь на них, смотришь на их достижения, на их внешний вид, на их манеру общения в том числе, ты учишься не напрямую, а ты учишься косвенно, копируя те или иные черты. Миссия, она очень высокая и, наверное, достижимая только в неком локальном формате, чтобы в мире не осталось плохих презентаций. И презентации, на которых люди спят. То, когда люди после нашего проекта устраиваются на работу, защищают практические конференции, приходят спустя полгода, говорят спасибо, приводят с собой друзей, советуют там 15 людям, там еще там на ГТРК показываются. Это для нас лично, это очень большой показатель того, что мы работаем эффективно, и мы как раз вот несем эту миссию. На самом деле, внешний вид штука очень интересная, о ней можно очень долго спорить и истины все равно не найти, потому что это та сфера, в которой нет универсальных решений. Есть некие правила, которые лучше соблюдать, чтобы быть традиционно успешным в общем понимании. Первое правило — это правило взаимоотношения, правило сравнения с аудиторией. В лучшем случае, в идеальном формате, оратор должен быть чуть более нарядно одетый, чем аудитория. Это некое универсальное правило, его вывели в московской школе бизнеса. Если все одеты в повседневном формате, оденьте джинсы и рубаху. Если все одеты в джинсах и рубахе, наденьте брюки вместо джинсов, чтобы вы были чуть-чуть более нарядны, чем аудитория. Таким образом, вы выделяетесь из толпы. Правило, которое вы лично для себя, спикер, оратор, человек, который выступает, должен выглядеть аутентично. Он должен выглядеть, а, подчеркивая свою индивидуальность, и, б, уместно. Важно не путать и важно понимать, что у тебя, волнение или страх. Волнение нормально, со страхом нужно бороться. Есть, опять же, универсальный формат борьбы с любым страхом, идти навстречу страху. Очень мало людей, которые с рождения одарены именно этим публичным навыком, навыком выступления, навыком общения с людьми. Более того, скажу, есть очень много факторов, которые сдерживают и прививают комплексы. Будь то расстройство речевого аппарата, какие-то внешние данные. Если ты не идешь на борьбу со страхами, не идешь на борьбу со своими слабыми сторонами, то тогда все-таки это ни к чему не приведет. Не знаю почему, но так сложилось, что с самого детства моя профессиональная деятельность, будем это так называть, даже то, что ты в вузе, в школе делаешь, это можно назвать профессиональной деятельностью, связана была с общением. Меня просто спрашивают, какой у тебя опыт ведения, проведения мероприятий, да, опыт ведения. Я вот так сижу и думаю, так, но я веду со второго класса. Но это, наверное, заказчику не надо говорить. Наступление – это то, что я очень люблю, это то, чем я сам живу, и именно поэтому я делаю проект. Вообще нельзя, на мой взгляд, идти туда, где тебе неинтересно. Если тебе интересно заниматься творчеством, занимайся творчеством. Интересно тебе быть журналистом и писать о чем-то, писать в блоге, писать, не знаю, какие-то статьи научные. Ты бери и пиши. Если ты думаешь, в первую очередь, о материальном состоянии, но оно тебя найдет. Думая о деньгах, ты не придешь к деньгам. То же самое, думая о предназначении, ты к нему, ну, вряд ли его достигнешь. Но по пути ты соберешь как можно больше всего хорошего. И поэтому я просто иду туда, куда мне нравится, где мне нравится, да, в то место, где мне будет хорошо и комфортно. Ну, а там, так или иначе, есть сцена, есть публичное выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!